Я бывший сотрудник одного из детских садов, попала вот в такую неприятную историю. Мне от лица заведующей пришло сообщение в телеграм-канале о том, что со мной хочет связаться представитель службы безопасности нашего детского сада. Я очень удивилась, сказала, что я на пенсии, какое я отношение к этому имению. Она сказала, что это очень важно. Ну и вот со мной связались сначала один представитель службы безопасности, представился, рассказал мне ситуацию, что у меня предотвратили момент снятия моих денежных средств и отправка их на Украину. А некоторые мои бывшие коллеги пострадали, то есть им уже помочь не получится. А мы вас просим эту схему предотвратить. И потом он мне сказал, что я буду, меня свяжут со службой мониторинга и еще с представителем ФСБ. Что и произошло. Представитель мониторинга меня стала спрашивать, в каких банках у меня находятся денежные средства и в каком количестве. Я все рассказала, спросила адрес проживания. И потом со мной связался представитель ФСБ, причем по видеосвязи. Представил и свой документ, ну и тоже вот вкратце рассказал, что вот такое, вы находитесь у нас сейчас под следствием. На вас заведено дело о том, что вы пособничаете Украине в переводе денежных средств. На что я была очень удивлена. Ну и потом меня соединили вроде бы как со следователем. Ну и вот этот товарищ меня начал отправлять по банкам, куда я пошла, начала снимать денежные средства. Он мне диктовал карточки, номер карты, заставил меня снять приложение, по которому я переводила денежные средства, вернее карты открывались. Диктовал мне код этих всех счетов. После того, как я денежные средства перевела, карты он меня просил уничтожить. Ну вот так вот я перевела очень крупную сумму денег.